Точнее, запись в BigBlueButton не идет, правда, я так и не нашел, как их оттуда выцепить. Вот, я еще посмотрю. А запись на Twitch и на этот вот сейчас пошла. Соответственно, мы скачали с вами Python. По ссылочкам скачали, установили. Обязательно указали галочку добавить в путь. VS-код тоже скачиваем, то есть он где-то скачается, но у меня уже есть, поэтому скачивать мне его не нужно. После того, как Python установился, мы запустили с вами терминал, написали команду Python и попали в интерактивную консоль. Единственное, что в моем случае я вижу, что запустилась другая версия Python, но, возможно, связано это с тем, что у меня есть еще дополнительно виртуальное окружение, через которое версиями на локальной машине и происходит управление. В вашем случае, если вдруг вы написали Python, а оно никак не запустилось, то есть два варианта. Можно попытаться переустановить Python и найти вот эту галочку Add to Path, добавить к пути, вот как я на картинке показывал. Сейчас. Вот это вот. Найти там будет такой большими буквами путь. Либо перезагрузиться. То есть, возможно, что потребуется перезагрузка. Итак, я тогда пока продолжу. Итак, вот у нас есть Python. Ну, можно здесь сделать какие-то простейшие действия. Вот. Кстати, в отличие от JavaScript, вот я до этого вам показывал, ну, конечно, вот такая вот у нас работает. А вот попытка сложить строку с числом приведет уже к ошибке, ввиду того, что он не даст нам произвести со сложения чисел и строк. Ну, про параметры и про типы данных все сейчас поговорим. Вот. Нам надо сперва научиться запускать. То есть, мы проверили, что все здесь работает. Да, то есть, как мы можем запустить. Вот интерактивный интерпретатор. Дальше делаем exit с круглыми скобочками. Здесь, кстати, написано, по-моему, нет, не написано. Ctrl-D, по-моему, работает еще. Вот. Итак, теперь. ВS-код предполагаем, что установлен. То есть, вот он установился. Переходим куда-нибудь. Сейчас. Создам новый каталог. Я, кстати, публикую все вот примеры, которые работают. Залью на GitHub. Ну, и плюс в курс, наверное, залью ссылочки. Так, чтобы их можно было к ним обращаться. Итак, после чего правой кнопкой мыши Есть. Показать больше опций. Открыть с помощью WS-кода. Нет такого пункта меню после установки. Не страшно. Можно сделать следующим. Если у вас есть каталог. Сейчас я чуть зум поменьше сделаю. Можно сделать вот отсюда файл. Открыть каталог. И найти вот каталог, с которым будем работать. Дальше. Для того, чтобы... Сейчас напишем с вами самую первую нашу программу на Python. Как и на любом другом языке, она выводит просто Hello World. Вот. Ну, для тех, кому интересно, кстати, можно всегда переключить цветовые схемы. Их здесь много. Вот. Просто у нас все остальное уже было светло. Поэтому здесь светло. Вот. Python, точка... Господи. Давайте я вот так вот сделаю. Lab, нижнее подчеркивание 1, точка Py. Это не совсем лабораторная, но да ладно. Это просто, скорее, лекционная часть. Вот. У нас открывается с вами редактор. Точка Py это не русский RU, R и U, а P и Y на английском. Именно расширение Py позволяет VS коду понимать, что это у нас происходит работа с Python. Вот. При этом, при этом, что еще нужно сделать? Необходимо зайти в расширение VS коде и поискать Python. Давайте я вам картинкой тоже пришлю. С последовательностью здесь. То есть надо нажать сюда, написать здесь и выбрать вот это. После чего выбрать install справа. Я уж не буду удалять с вашего разрешения, удалять не буду, чтобы время нам на это не тратить. Картинка есть, собственно говоря, в дискорде. Если мне память не изменяет, то описание того, как с ним работать, есть еще непосредственно у самого VS кода. Так. Точнее, не VS кода, на метаните. Да, вот сайт про программирование питом. Но им скорее как справочником стоит пользоваться. Вот. Он не совсем самоучитель. Так. Установка. Это Python в большой Visual Studio. Но непонятно, почему не написано в VS коде. Давно они не обновляли. Итак. Переходим обратно. Так вот. Что у нас здесь есть? То есть мы должны написать сюда что-то и попробовать запустить для проверки. Традиционно проверка осуществляется выводом команды привет мир или hello world. Да, в целом можно. Смотрите, тут все зависит от того, как бы, что вы получаете в итоге. В случае с онлайн питоном у вас, например, отсутствует возможность отлаживать программу. То есть если этого хватает, ну окей. Есть проблемы с сохранением, со всем прочим. Если вам для начала этого хватает, ну то есть у нас сейчас не стоит задача вот как-то про технологии, еще про что-то. нужно более глубоко говорить про, ну именно с точки зрения разработки, хотя часто я эти темы задеваю, к сожалению, наверное. Поэтому сейчас нет, то есть в вашем случае я не запрещаю работать с онлайн питоном. Есть разные онлайн тьютер, я посмотрю по питону, там он очень-очень простой, но там очень-очень много достаточно простых заданий. Я же относительно сжато буду рассказывать, но если сравнивать с C-Sharp, то здесь синтаксически все сильно-сильно проще. Так вот, есть специальная инструкция print, которая осуществляет вывод того, что в нее передали. Дальше пишем кавычки, потому что это строка. Строка и ключевые эти мы сейчас проговорим. Сохраняем. Есть у нас несколько способов запуска. Во-первых, справа. Кнопочка для запуска. Она запускается максимально быстро. Вот видите, раз, раз, все, запустилось. На самом деле есть второй способ. Можно всегда запустить вот так. Python точек слэш. Бэкслэш. Ладно, это винда. Бэкслэш. Мы интерпретатор Python. Говорим, возьми вот этот вот файлик и выполни его весь. Построчен. Вот он его выполняет. И есть еще один способ. Перейти вот сюда. Run debug. Поставить вот здесь, например, точку установки. Сделать run debug. Предлагают нам выбор. Мы говорим Python файл. Запуск происходит медленнее, но самая интересная часть. Выполнение программы остановится в этом месте. До тех пор, пока мы сможем посмотреть, например, значение переменных, которые у нас есть. Можем посмотреть, по какой ветке условия мы можем проходить. И многое-многое другое. Это важнее нам будет чуть дальше, когда с условиями будем работать. Видите, он еще не исполнился. Сейчас выполняем. Видимо, у нас исполнился. И программа завершила свое выполнение. То есть, у нас есть три способа выполнения программы. Кстати, забегая вперед, можно сделать вот так. Create line.json файл. В рамках которого нам предложат выбрать Python файл. И потом здесь просто нажимать на F5. Оно работать будет чуть быстрее, не надо будет ничего выбирать. Но я пока оставлю, чтобы вы привыкли. Вот. Есть ли какие-то вопросы по этой части? Нет. 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 потому что сейчас ждем пока напишут да потому что если вопрос нет ну пойдем дальше дисплей по флэнс лимит можно да там по моему какая то ли экспериментально то ли это исправление ничего страшного не оба варианта возможно я уж не помню вот давайте рассмотрим введение в написание программ во первых есть здесь важный и как бы особенность так первое у питона давайте вот так оставлю часть чтобы придерживаться вот этого плап небольшого плана так в питоне огромную роль играют отступы то есть слева справа пожалуйста сколько хотите можете пробелов хотя это не рекомендуется в любом случае но это не страшно но тем не менее у вас не должно быть вот таких вот лишних отступов слева потому что отступы в питоне играют очень важное место особенно то есть имя определяется а что находится внутри блоков if и внутри там циклов и так далее вот внутри функции это одна часть из-за которой одна половина людей сильно питон ненавидит а вторая сильно его за это любит вот дело в том что во многих языках программирования в целом на пробелы но пробелы игнорируются пробелы или отступы игнорируются потом вот в питоне нет да в питоне с помощью них определяется какие блоки коды куда вложены и это на самом деле достаточно удобная вещь ввиду того что читать такой код его достаточно просто то есть всегда можно посмотреть на код и понять кто куда вложен вне зависимости от того там то есть если он работает то тут все понятно как он вложен потому что с фигурными скобочками если заранее там где-то не договориться в других языках то по-хорошему то есть то неважно в каких случаях можно при фигурные скобочки не писать еще что-то в каких случаях фигурные скобочки располагаются по-разному отступы можно не делать и код превращается в очень странно выглядящее нечто с которым просто визуально разобраться крайне сложно здесь же нет здесь все читается очень легко и понятно дальше регистрозависимость слова имеют то есть важность регистра то есть нельзя написать но если вдруг кто-то работал с basic'ом такого принт с большой буквы и принт с большой буквы они не существуют существует например принят только с маленькой буквы то же самое с переменными то есть если у нас есть некая переменная то существует другая другая переменная вот эти две это абсолютно разные переменные давайте я так print как вы уже пони могли понять это вывод поставим точку остановки рано дебаг чуть-чуть увеличу вот мы видим здесь написан холлоуорлд программ еще не за не заменялся вот видим что у нас существует переменная эй и переменная и маленькая если мы их выведем awesome то пишется вот так да а ч пятался регистрозависимость комментарии все что начинается с символа решетка интерпретатором полностью игнорируется вот возникает конечно вопрос а зачем это писать пишут это для того чтобы пояснить как работает тот или иной код то есть что мы здесь конкретно делаем единственная плохая идея писать ну то есть есть как бы большой холивар надо ли писать вообще комментарии или не надо и и наверное по-хорошему ну нужно соблюдать баланс и писать комментарии только к коду который не понятен сложен и для которого нам без комментариев как-то не разобраться а еще лучше такой код не писать вот то есть надо писать код который там максимально просто и понять понять описать комментарии вида присваиваем переменной а значение он более чем полностью бесполезен но если вам для себя так нужно напишите вот в остальном особый так так стараются не писать комментарии основные функции но это одна из первых функций которые вы уже увидели эта функция которая выводит что-то на экран то есть эта функция print на самом деле это не экран и даже нельзя что это консоль сказать потому что это стандартный вывод потому что стандартный вывод средствами операционной системы может быть теоретически перенаправлен на что-то другое но это так исторически сложилось вот но в большинстве случаев можно определить что это вывод в консоль так пока все понятно давайте тогда сейчас мы должны наверное будем определиться с переменными и типами данных которые у нас присутствуют в питоне их немного отличие от многих других языков если вы посмотрите на тот же c-sharp то там вот там их много там типов данных на только на цифры на числа их как бы прилично вот и так переменные для того чтобы создать переменную вы просто ее объявляете то есть вы говорите имя переменной и что-то ей присваивать что именно присваивать будем смотреть дальше но есть ряд правил для определения переменных то есть если вопросы еще раз напоминаю вы там пишите пишите я как только он будет сформулирован я его сразу зачитаю и постараюсь ответить так вот да обязательно лабораторную нужно будет сделать вот про алгоритмах про того то что нарисовать алгоритмы про лабораторную про программирование пока еще нет мы в понедельник у нас лекция мы продолжим с питоном вот постараемся рассмотреть большую часть так чтобы вы смогли в том числе начать делать лабораторную задавать вопрос а лабораторная по алгоритмам вот лабораторная и тест вот эти вот задания их можно делать вот это давайте задание номер один постараемся до седьмого сделать так а задание а тест ну чуть попозже например до следующих выходных в смысле до следующей субботы хотя тут вам же будет проще если вы по горячим следам по нему пробежитесь и ответы как-то все выдадите вот если б я знал давайте попробуем посмотреть нет не так он редактируется здесь просто беда какая он редактирование вопросов тематика не то чтобы больная но я каждый раз вспоминаю как как их реализовывали так тесты по где-то здесь я только что видел и тесты тесты а спасибо и так подозреваю что кто-то уже прошло потому что по-моему я вспомню я не так часто их редактирую каждый раз вспоминаю как же они там реализовывать ответили 10 замечательно спасибо что подсказали и так дальше мы не можем в качестве имени переменных использовать одно из этих ключевых слов то есть в качестве имени переменной мы их использовать не можем но вы к этому в целом быстро достаточно при привыкнуть ну или интерпретатор вам скажет про то что я ей так бы не надо делать вот дальше имя переменной в питоне так на самом деле существуют разные синтаксисы для наименования и в питоне присутствует двое одно из них для классов мы до них с вами скорее всего что не дойдем поэтому ведь будете реже это так называемый camel case то есть это каждое новое слово начинается с большой буквы вот и underscore notation каноническим считается в питоне вот такой underscore notation когда слова разделены через нижние символы подчеркивать вот то есть например в джаве все шарпе принят принят к млк из питоне принят вот такой способ понятно что вас никто за вот этот вот такой стиль ругать не будет но более питонический способ как раз использовать нижние подчеркивать дальше имена переменных они регистр чувствительные то есть вот это и вот это две разные перемены мы с переменными а рассмотрели так name и name это две разные переменные и определив переменную как только мы определили переменную давайте я сразу как только мы определили а перемен ну вот они у нас есть а и а никто опять же не запрещает делать однобуквенной но надо помнить что в данном случае это какая-то просто аббракадабра то есть это не никакой особой логики здесь нет но в целом вот если мы рассматривали предыдущую пример да то вот эти пробелы не обязательны но просто я есть ряд правил питона который рекомендует делать вот так и ряд систем которые проверяют чтобы код был написанными исключительно так поэтому я уже привычка писать сразу нормально и плюс читается так легче ширина умножить на высоту площадь равна ну давайте я вот так пока сделаю через запятую но по факту нужно но по факту нужно чуть по-другому делать запускаем рано на дебаг и смотрим что у меня перемен видим значение переменных вити высота ширина 6 5 умножить на 5 мы получили в площадь функцию это точнее в переменную сквэр записали результат перемножения двух предыдущих переменных вот и вот это вот операция сейчас просто их выведет на экран площадь равняется 30 вот понятно вот эта часть то есть тут тут лучше есть такой момент что здесь можно прям очень легко упустить тот момент с которого становится может стать все непонятно да вот поэтому лучше спрашивать если как только что-то становится место лучше сразу спрашивать вот при этом отличительной работой питона заключается в том что в процессе работы программы мы можем менять значение переменной точнее на самом деле в питоне то и нет констант то есть все все можно поменять то есть все значения можно поменять если нам надо еще раз посчитать для другой площади нет нам необходимости заводить новые переменные завели новые значения так кто-то может сказать что здесь уже надо писать функцию и будет абсолютно прав но пока вопрос не правит то есть та же самая переменная вот у нее другое значение вот у нас точка остановки и смотрите вот у нас сейчас ширина 5 перемножение у нас поменялось и вот это наверное так и небольшой ответ на вопрос а можно ли использовать онлайн питон да можно но у вас там с как корее всего что не будет вот такой отладки вы не сможете посмотреть а как же программа работает по шагам вот можно конечно сказать что ну и как бы бог с ним может быть действительно и бог с ним так вопросов если здесь пока нет то давайте пробежимся по типам данных следующий раз мы к ним вернемся еще раз пробежаться ну во первых поэтому сейчас просто покажем типов данных питом не очень немного что хорошо вот ну во первых есть у нас логические значения то есть есть true и false для них специально заведены таки вот false true кстати все переменные которые в себе хранят логические значения часто программисты начинаются из из married женат ли из life живое ли вот дальше целые числа но для чисел у нас всего на самом деле два типа это целые числа то есть это вот то что без точки записано 21 при 15 и так далее мы можем указывать в 16 ричной форме точнее мы можем указать в двоичной форме мы можем представить число в восьмеричной форме с префиксом о мы можем представить в известной нам 16 ричной форме а также можем представить используем чисел флот чисел с плавающей точкой пожалуйста флот вот и в целом все комплекс есть еще комплексные числа но вам это пока не надо комплексные числа определяют это отдельный раздел математики и например в питоне мне по моему ни разу ну то есть комплексные числа нужны были когда-то вот там все процессы в ток протекающих токах и моим этим описывается но в части который касается программирование как-то не доводилось с ними сталкиваться если коротко то комплексные числа позволяют вам ответить на вопрос а чему же равен квадратный корень из минус 4 вот то есть это будет 0 минус 2 ж и литва и две переменные две две буковки где здесь есть лежит у тоже но это отдельная история про математику дальше строки это все что заключено в кавычки они могут быть двойные кодинарные без разницы вот при этом если вам нужны кавычки которые заключены ну то есть в тексте у вас есть кавычки то вам достаточно одни кавычки заключить в другие кавычки вот а также существует многострочный текст который идет с трех одинарных кавычек ну или двойных кстати двойные тоже вроде бы работают кроме этого у нас существует ряд управляющих последовательности строки например бэкслэш позволяет добавить просто слэш такую последовательность другую сторону бэкслэш кавычка одинарную кавычку то есть он как бы экранирует следующий символ и питон думает что то что идет дальше это не некая ну типа не конец текста ну давайте вот так покажу в чем в чем идея кронирования смотрите если я здесь напишу где-то здесь давайте в самом начале напишу вот так кавычку то видите здесь кто думает ой вот у меня кавычка открывается текст кавычка закрывается а вот это непонятное что она уже типа для него бы по идее должна быть отдельно открывающийся кавычка отдельно закрывающийся но если нам нужно внутри текста кавычка то есть вот так вот давайте выведем на экран и будет видно здесь в этом месте просто вывелась вот этот символ кавычки бэкслэш он перевод на новую строку почти правда дело в том что сейчас вроде бы как на всех операционка сработает но на старых версиях всех мака например это не так там другой использовался код для там используют бэкслэш р для перевода на новую строку бэкслэш т это определяет стабуляция то есть отступ между текстами вставка значений строку мы к этому в следующий раз повернемся несколько раз это так форматированные строки он позволяет вам в тексте выводить прямо любой что называется красоты текст и вот вместо таких фигурных скобок будет подставлено значение переменной и мы увидим например когда при печати name двоеточие без кавычек том потому что им переменная равняется том и динамическая типизация говорит нам о том что в рамках переменных мы в процессе можем менять тип у переменной вот если у меня было а смотрите вот здесь сам то здесь она может быть 56 то есть такой команды есть print команды и видим что здесь он уже значение 56 давайте я так точку стала поставлю а у нас сейчас строка перейдем на следующее это уже число это очень и полезно и местами то что вызывающий проблему но ряд может казаться нюансов пока на вид наверное стоит закончить и уделить время каким бы то ни было вопросом может быть у вас есть какие то вопросы все ли понятно вообще ничего не понятно про все понятно это крайне вряд ли ну давайте вы откидываться на то место с какого непонятно то есть сверх обобщение они тоже ничего не понятно сложно сказать так что непонятно с алгоритмами с питоном но питом мы только начали тут это еще может быть мы там повторим и вам надо будет подписать опять же понятно станет кстати когда вы начнете писать хотя бы по чуть-чуть самостоятельно но питон мы еще раз повторим конечно то есть этот это просто начал единственное что вы сейчас на данный момент должны понимать да это что как вам установить питон так как создать внутри в с кода файлик сейчас я вам в чатик скину файлик там можно будет поделиться то есть попробовать его самое главное чтобы вы могли этот файлик взять и запустить вот питон тьютор как дополнительные материалы и ну это хорошо что мы питон с вами взяли по моему что-то типа вот этого можете как дополнительную литературу взять только надо этот он достаточно размазанный да и кстати вот там видите есть выполнить по шагу вот он достаточно размазанный курс то есть он там рассчитан на достаточно длительное время вот мы постараемся относительно базовую часть относительно быстро пройти вот так вот повторяясь смотрите вы должны то есть что вы должны из пропитон сейчас понимать во первых что это язык интерпретируемого типа то есть и для того чтобы он заработал нам нужно его скачать скачать и установить мы его скачали установили если мы запустим терминал и напишем слово python мы в него попадем это то что у вас надо ну как бы должно работать ну да там спросили можно ли онлайн в целом можно окей где-то какой-то онлайн редактор для питона хотя мой совет то есть если вы хоть как то каким то боком потенциально я подозреваю что многим предстоит сталкиваться с той или иной степени с программированием даже там пусть очень очень небольшим то лучше попробовать это сделать локально опять же никаких там запретов на использование онлайна абсолютно нет и то что мы у нас есть редактор внутри которого мы можем код взять смотрите представьте что вот это все работает в браузере ну хотя на самом деле так и есть дело в том что в с код он поверх электрона сделал на электрон это как раз отдельный экземпляр то есть можно рассматривать как версию специальную версию хром браузера хром с определенными исправлениями нет visual studio а visual studio код вот насчет лабораторной работы так если смотрите выполнять делаете ее в например в draw.io скидывать в результаты в качестве ответа на задание срок мы с вами определили что к седьмому числу хорошо бы чтобы это все было закрыто на него кстати есть ссылочка вот здесь draw.io это он же так то есть возвращаясь к питону то есть воспринимаете вот это все как просто онлайн в браузере вот есть вкладочка вот есть файлик создали там и вот мы его запускаем можете вот так запускать вот 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 видите раз все выполнить в этом плане ничего концептуально другого в целом наверное то есть то есть концептуал концепт тот же самый что вы делали в в онлайн версии вот просто здесь еще появляется возможность запустить в режиме отладки и Тогда в целом, наверное, на сегодня все Я пока гашу трансляции Запись эта уйдет